Башкортостан глазами молодых художников. В Уфе проходит первый этап выставки конкурса «Моя малая родина. Прошлое. Настоящее. Будущее». Около сотни графиков и живописцев уже прислали свои работы на суд жюри, а некоторые еще погружены в творческий процесс. С ними пообщался наш корреспондент Норман Скалькис. Пустые коридоры и аудитория, эпидуниверситет на каникулах. Только в мастерских кипит работа. Для студентов художественно-графического факультета лето самый плодотворный период. Нет времени учебы, то есть времени намного больше и можно заниматься всем, чем захочешь. Ну и, конечно же, творчеством. Они заканчивают свои работы на конкурс «Моя малая родина», посвященный столетию республики и грядущей фолкариаде. По замыслу организаторов он должен стать площадкой для продвижения молодых башкирских художников. Хотим в дальнейшем трудоустроить этих студентов. В наших планах на данный момент мы хотим сделать информационную платформу по победителям этого конкурса. Соответственно, эта информационная платформа будет в общедоступном формате. В своих работах две художницы отдали предпочтение изображению быта древних башки, разборку мыса, плетение корзин в поисках информации. Что важнее вдохновения, они обратились к истории родной республики. Воплотить свой замысел решили в трудоемкой технике линогравюры. Смотря сложности рисунка самого. Здесь нужно определить специальные участки, где нужно специально выделить картинку, чтобы было видно и понятно, а на черно-белом сам рисунок. На создание одной такой картины порой уходит до двух месяцев. При работе с тамеской надо учитывать глубину каждого скола. Затем равномерно распределить валиком типографскую краску. И финальный этап – отпечатать картину на прессе. Гравюры молодых художниц станут частью конкурсной экспозиции. Увидеть их можно будет на выставках в Уфимском институте искусства и педуниверситете. На них же определятся и финалисты. Норман Скалькес, Ренат Эскожина, Россия, культура, Башкортостан.